19 апреля 2019 года На входе в собор святого Патрика в Нью-Йорке задержали мужчину с канистрами бензина. Да что же это делается, друзья, на белом свете? А ничего, все очень просто. Ваше внимание отвлекают от каких-то важных событий. А, собственно говоря, надо так настроить ваш ум, чтобы вы понимали, что вообще против всех храмов божьих сейчас ведется война с какими-то неизвестными нам всем террористами. И государство все борется с этими террористами. Поэтому вот эти две канистры бензина – это не более чем спектакль. Такой дешево разыгранный спектакль, который любят американцы в последнее время. Вы помните, да, эти башни-близнецы, ну а потом и пошло, и поехало. Американцы стали любить спектакли. Такие вот спектакли. И если, скажем, у Храмовой горы совершился поджог, если собор Парижской Богоматери тоже горел, ну почему бы в Америке не разыграть такой же спектакль? Ну вот они и разыграли какого-то мужчину, задержали, который пытался пронести две канистры с бензином в здании собора Святого Патрика на Манхэттене. Об этом говорится в сообщениях СМИ из Нью-Йорка. Собор Святого Патрика. Ну вот всем нужно поджигать что-то. Такая жизнь у нас с вами пошла. Но это маневр. Это спектакль. Такой дешевый спектакль. А вот отчего вас отвлекает более, скажем, в этом же ключе довольно-таки сильного, это, я вам сейчас прочитаю, Алякса. Пожар, который мир не заметил. Вечером в то же самое время, когда в Париже горел знаменитый собор Ноттердам, другой пожар вспыхнул в Иерусалиме, в мечети Алякса. В социальных сетях можно было увидеть кадры с дымом и огнем, выходящим с крыши строения, известного как молитвенная комната Марвани или конюшня Соломона. Агентство новостей Палестины, официальное новостное агентство Палестинской национальной администрации, сославшись на охранника, заявило в понедельник, что пожар вспыхнул в комнате охранника, за крышей молитвенной комнаты Марвани, и пожарная команда исламского вакфа взялась. За решение этого вопроса, хвала Аллаху, пожар успешно потушили. Молитвенная комната расположена под юго-восточным углом Харам Аш-Шариф, храмовой горы, на которой находятся и купол скалы, и мечеть Алякса. Шейх Азамаль Хатиб, генеральный директор управления по делам вакфа и мечети Алякса в Иерусалиме, рассказал иорданскому телеканалу Аль-Мамлака, что во дворе вспыхнул пожар. И предварительная информация свидетельствует о том, что его могла вызвать неосторожность детей, игравших в этом районе. Израильская полиция начала расследование. Смешно, конечно, да? Вы же понимаете, почему службы не хотят сознаться в том, что то же самое все происходило и в Париже одновременно, и что это не может быть никакой случайностью. Но службы, спецслужбы, государственные службы, они не хотят вам в этом сознаться. Да что же происходит с нами, друзья, если мы все время, даже уже когда очевидно, но мы все равно лжем сами себе. Ну вот охранник не досмотрел, ну вот у охранника загорелось там что-то. Новости об инциденте в мечети Алякса, третьей по значимости в исламе и центральной святыне в продолжающемся арабо-израильском конфликте были в значительной степени оттеснены гораздо более сильным пожаром, охватившим собор Нотр-Дам. В то же время палестинские лидеры, к слову, выразили свои соболезнования народу Франции. Пожар также по своей силе был далек от печально знаменитого пожара 21 августа 1969 года, когда австралийский христианский фанатик Майкл Рохан поджег мечеть, чтобы приблизить приход Мессии. Тогда сгорели многие исторические артефакты, включая деревянный минбар, с которого давал свою первую проповедь в отвоеванном городе Салахадин-аль-Айюбир. Поэтому мы сейчас не будем говорить о двойных стандартах, о том, что пожар в Париже стал трагедией для всего мира, а пожар Алякса остался незамеченным. Масштабы большие, но остался незамеченным. Наверное, это тоже кому-то выгодно. Все цепочки эти связаны между собой, однако же мир об этом практически ничего не знает. Нельзя, конечно, не признать тот факт, что новостная повестка действительно формирует нашу осведомленность обо всех событиях, которые происходят в мире. И если горело сразу в нескольких местах, то мы знали только об одном соборе, Парижской Богоматери. И как ни печально, за минувшие 10 лет мы видели, как горели и рушились. Здесь великие храмы, великие мечети, но и даже символ Нью-Йорка. Две башни-близнецы тоже были разрушены. А уже не говоря об Алеппо и других памятниках культуры, Хомсе, Масуле и других местах. Мы привыкли к этому настолько, что если бы вчера Алекса сгорела, так же, как сгорел Нотр-Дам, мы бы оплакивали, конечно, люди эту мечеть, но это бы не было чем-то для нас катастрофическим событием. Мир у нас такой, каков он есть. Какие вообще мы с вами, таков и наш мир, который нас окружает. И если мы сегодня плачем и рыдаем и молимся у стен Нотр-Дам-де-Пари, собора Парижской Богоматери, мы не плачем, не стинаем у стен Алекса, это разделяем мир. Собственно говоря, это храмы, это всего лишь храмы, всего лишь стены. Но мы и не заметили, как за этими пожарами наш мир привели к полному разрушению и уничтожению. Мы не плачем, когда сгорают по 700 человек детей в Индии. Мы не плачем, когда в России уничтожено 100 миллионов народа, 100 миллионов людей уничтожено за время перестройки, со времени перестройки и по сегодняшний день. Об этом даже не говорят люди, потому что, опять-таки, СМИ так настроены, струны СМИ устроены так, что до людей не доходит звучание этих самых смертей, которые поглотили сначала все севера, голод, холод, и севера все вымерли. Но нам говорят, что люди все куда-то разъехались, поглотили потом Сибирь, и теперь уже опустошает всю среднюю часть России, и мы все верим, что люди куда-то разъезжаются, но только не умирают. Я не знаю, сколько во времена Сталина погибло народу. Я думаю, что, конечно, не меньше 100 миллионов, а поболее 100 миллионов. Однако же наша мирная перестройка, а у Сталина было военное время. И вот в это военное время со времени, надо сказать, гулагов, со времени организации гулагов тогда машина репрессионная по уничтожению. Это был как конвейер смерти. Машина заработала во всю мощь. А теперь? А теперь что? А теперь где та репрессивная машина гулаги Сталинские? Вроде бы и нет, да? Официально вы ничего не видите. Официально ничего не происходит. Однако же конвейер смерти работает. Вы, оставшиеся в живых, не замечаете, что рядом с вами соседи куда-то исчезли, вымерли. Я вам говорю, все севера мертвые. Вся Чукотка моя, родина мертвая. Но такая вот у нас с вами земля. И такие люди, которые не замечают, не замечают ничего, что с ними сегодня творится. Память коротка, жизнь становится все короче, время спрессованное. Такое впечатление, что у людей своровали их время. И кто-то воровал, глядя в будущее, планируя прожить время всех тех людей, которые умерли загодя сегодня на нашей земле. Поэтому оплакивать собор Парижской Богоматери, когда сгорела еще Алякса, и когда вообще народ России вымер, ну, можно, конечно, можно, конечно, жалеть всех. Но только не народ России. А что ему сделается? Бабы еще нарожают. Только вот кого бабы нарожают? Уже не просто Шариковых, а уже каких-то горгулей, наверное, с этого собора Парижской Богоматери. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.